И, как и на Украине, коллективный Запад противостоит нам, создав украинскую, щедро финансируя украинскую армию, чтобы украинские солдаты убивали русских солдат, чтобы превратить эту войну в братоубийственную, потому что часть украинской армии состоит из этнических русских, загнанных туда подобными прикладов или оболванных пропагандой. Вот точно так же, соответственно, они пытаются использовать этот же украинский фактор во Франции. Своих оперативников французам очень жалко. Напомним, пару недель назад был снят глава французской разведки то ли за провалы в Африке, то ли за гибель французских специалистов на Украине. Но я напомню самое главное, украинцы появляются и в Судане, и во французской колониальной Африке. Да, я помню этот случай, когда буквально несколько месяцев назад было ряд новостей в официальных СМИ о том, что украинский гур под руководством Ми-6 отправил диверсионную группу в Амдурман в Судан для того, чтобы там проводить диверсионные операции против лидеров, пророссийских лидеров, африканских лидеров. Как это резонирует история? Похожа на правду или что это было? Вы знаете, к сожалению, многие из этих историй, похоже на правду, в распоряжении нашего агентства попали документы, это официальные документы о пребывании в Буркина-Фасо украинцев. Знаете, мы очень удивились, мы понимаем, что украинские беженцы, люди бегут от войны, бегут в Ирландию, бегут в Швецию, бегут в Норвегию, в Большу бегут очень многие. Очень многие бегут в Россию, как ни парадоксально, больше всего. На Буркина-Фасо бежать? А кто эти люди? Это действительно беженцы? Есть же кто-то? Кто они? Как вы думаете, кто эти люди? Эти люди — это те, кто приехал помогать своим французским коллегам. У Франции же остается большое присутствие в Агадугу, очень большое присутствие в Бамако. Там, где они не могут зайти сами, они действуют через международную организацию. И достаточно большое количество людей находилось в Агадугу. Пытались в том числе установить контакт с представителями повстанцев и сепаратистов на севере. Часть из этих людей были просто наняты французами специалисты, потому что украинцы дешевые, а беженцу на кусок хлеба заработать хочется. Но часть из этих людей имели боевой опыт. Естественно, они тоже предпочли отправиться в Африку, а не на Бахманский фронт. То есть украинские нелегалы в Буркина-Фасо? Украинские нелегалы в Буркина-Фасо? Почему нелегалы? Они приехали абсолютно официально, собственно, поэтому мы про них и узнали. Буркина-Фасо все-таки достаточно обеспечивает свою безопасность, и как бы там границу просто так не перейдешь. Они достаточно официально прибыли туда на самолетах. Мы оказались об этом в курсе. Более того, когда мы оказались об этом в курсе, часть из этих людей резко покинула Агадугу. Но если ты простой беженец, если тебе нравятся фрукты, тепло, не нужно за отопление платить. Зачем же тогда тебе уезжать, чего тебе, как говорится, скрывать? Эти люди выступали младшими военными инструкторами для прокси, многие из них, далеко не все. Эти люди были в резерве французской агентуры, которую разгромила Буркина-Фасийская разведка. Очевидно, не без нашей помощи. И даже когда... Смотрите, если произойдет заморозка украинского конфликта, который мы очень не хотим, это хуже всего. Потому что... Имеется в виду корейский сценарий. Да, если конфликт с коллективным Западом не будет разрешен. Почему мы говорили с вами на прошлой передаче о том, что нам необходима новая вестфальская система. Ялта устарела, нужны новые красные линии, нужно новое разграничение, нужны новые нормальные правила игры. Если конфликт будет заморожен, вне зависимости от того, как произойдет заморозка, десятки тысяч украинских военных, имеющих боевой опыт, окажутся прокси Запада во всех странах мира. Они будут востребованы, причем далеко не все из них, брать будут лучших. Но они будут востребованы, потому что работа на Украине... Мы понимаем, что в условиях замороженного конфликта, экономического роста никакого точно не будет, инвестиций. Эти люди окажутся востребованными, они обучены на Западе. Те, кто из них выжил, те, кто оказался наиболее удачлив, наиболее хорошо подготовлен, им будут делаться предложения, связанные в том числе с частыми военными кампаниями, связанные с операциями спецслужб. Причем не самые крутые предложения, не самые высокооплачиваемые, они будут таким своеобразным мясом для игр спецслужб, и их будет достаточно много. Это будут прекрасные, замечательные кадры. Сейчас.